Системная коммуникация. Что это за кой за принцип и с чем его едят? Это вторая часть от кодекса компании, то есть первая это орг схема, мы ее рассмотрели и вторая это системная коммуникация. Принцип такой, обычно как люди коммуницируют. Обычно один человек говорит или шлет письмо второму человеку. Этот человек дает ему что-то в ответ. Тот человек получает снова письмо, еще письмо, еще письмо, еще письмо, еще письмо и так далее. В какой-то момент оба заваливаются письмами или может быть заваливаются договоренностями и И уже каждый из них не знает, о чем, если бы договоренности менялись, какая, где последняя договоренность. Системная коммуникация, в чем ее принцип? Он в том, что мы заранее создаем пространство, которое заранее структурируем. Мы заранее создаем пространство, которое заранее определенным образом структурируем. Задаем логику этого пространства. И потом мы изменяем что-то вот здесь, и вот эти письма, так называемые, мы изменили здесь, и письмо об этом изменении приходит вот сюда. Этот человек что-то меняет вот здесь договариваться или меняется в зависимости от договоренности. И тогда письмо об этом изменении приходит вот сюда. Идет оповещение о том, что произошло изменение. А последнее изменение или то, о чем мы договорились, оно остается в структуре. То есть все время задана вся структура. Это принцип системной коммуникации. То есть коммуникация не линейная, а системная, потому что заранее задана система с взаимоподчиняющейся друг другу элементами. Сейчас будет понятнее. То, о чем я говорю, полностью реализовано в сайтах Google. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok